Привет, друзья! Сегодня я подробно расскажу и покажу, как заменить топливные форсунки либо распылители на дизельном автомобиле Volkswagen T4. Двигатель 2,4 литра без турбонадува атмосферный ААБ. Перед тем, как снимать, обязательно нужно все трубочки высокого давления промаркировать маркером. Это потом очень облегчит сборку. Промаркировал трубки высокого давления и сдернул все трубки резиновой обратки. Здесь, 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 ну все. И последнюю трубку, которую сдернул, заглушил тряпкой для того, чтобы не попадала грязь. Теперь можно откручивать гайки ключом на 17. Если какая-то гайка прикипела к трубке и крутится уже вместе с трубкой, вот как эта, то, чтобы ее открутить, конечно же, газом греть нельзя. Сделать можно наоборот. Охладить. Сильно охладить. Отлично подойдет быстрый старт. Охладить саму трубку. И тогда открутится нормально. Трубки высокого давления разложил в той последовательности, в которой снимал, чтобы потом собрать в обратной последовательности. Все трубки сняты. Теперь можно выкручивать и сами форсунки. Выкручиваются форсунки удлиненной головкой на 27. Если нет удлиненной головки, ее легко сделать. Берем обычную головку на 27, режем посередине болгаркой на две части и ввариваем туда, именно в середину, кусок трубы. Получается удлиненная головка. Удлиненная нужна потому, что шлицы находятся глубоко. Вот удлиненная только-только зацепляет за шлицы. И выкручиваем воротком. Выкручивается достаточно жестко. Точно так же выкручиваю остальные. Форсунки сняты. И еще один очень важный момент. Нужно снять теплозащитные шайбы из-под форсунок. Для этого возьму проволочку и сделаю вот такой вот крючок. Вот она, шайба торчит. В ломке из-под форсунки одеваю, просовываю крючок и выковыриваю шайбу. Будет не лишним удалить из каждого отверстия сажу и мусор самым обычным пылесосом. А вот и форсунки. Первые и последние еще более-менее. А вот в середине они в ужасном состоянии. С такими форсунками, конечно, автомобиль заводится плохо, тянет ужасно. Ну и, конечно же, расход топлива резко увеличивается. Для восстановления вот таких вот форсунок достаточно ее разобрать, то есть зажать сначала в тиски и ключом на 27 ее раскрутить. После чего заменить сам распылитель. Вот так выглядит разобранная и намытая форсунка посредине пружина. Сзади пружина упирается в толстую шайбу-пятку. Для регулировки давления под этой шайбой подложена тоненькая шайбочка. Спереди пружина упирается в упор, который уже давит на распылитель. Вот это старый распылитель, его просто выкидываю. На его место поставлю новый распылитель. Новые распылители продаются вот в таких герметичных коробочках, уже смазанные. Собирается все очень просто. Распылитель. Вот сюда. Шайбочка. С этой стороны сначала регулировочная шайба. Тонкая регулировочная шайба на дно. Потом толстая шайба-пятка. В эту шайбу упирается пружина. На пружину упор. Все, можно скручивать. И зажимаю в тисках. Сборку форсунки следует проводить на чистом листе бумаги, чтобы исключить попадание какого-либо грязи или мусора вовнутрь форсунки. Собранные форсунки можно ставить. Обязательно нужно установить новые теплозащитные шайбы. И резьбу самой форсунки рекомендуется смазать либо медной смазкой, либо графитовой. При установке форсунки затягиваются при помощи динамометрического ключа с силой 70 ньютон на метр. Вот так. После того, как трубки высокого давления все установлены на свои места, обязательно нужно установить вот такие пластиковые держатели. При работе двигателя все трубки очень сильно дрожат. В итоге они переламываются. Эти пластиковые держатели они сдерживают эту дрожь и не дают трубкам вибрировать. Ставим шланги обратки тоже на свои места. Все. Можно заводить. При работающем двигателе проверяю на предмет утечек и можно ехать. Надеюсь, это видео вам будет полезно. Не забываем ставить лайк, а также подписываться на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok